Произвол участкового Ауэзовского района потянул на десяток томов уголовного дела. Материалы собирали с 2015 года. Тогда, по информации прокурора, полицейский создал ОПГ. В его состав вошли родной брат и гражданин Узбекистана. Для реализации своего преступного умысла Ангарбаев Владимир вступил в предварительный преступный сговор со своим старшим братом Ангарбаевым Осетом Габитовичем, 81-го года рождения, а также со своим знакомым Жанабаевым Алишером. Вступив в предварительный преступный сговор вышеуказанных лиц и составил преступный план. Я распределил между собой роли. Гражданин Узбекистана Алишер Жанабаев вошел в доверие к женщине, даже обещал жениться на ней, купить дом и открыть бизнес. Взамен Альфонс требовал продать две квартиры Татьяны Шульгиной. Влюбленная дама квадратные метры реализовала за 20 миллионов тенге. После чего, по словам потерпевшей, участковый и жених решили избавиться от нее. Они пытались меня вывезти в другое государство, оставить там в рабстве. И мне чудом получилось оттуда вернуться, добраться до Алматы, где я узнала, что на моего сына было совершено покушение, его хотели убить. Вывозили в сторону Талгара, душили его там, ножом били. Требования у нас одни, возместить материальный ущерб, вернуть жилье женщине, ну и, соответственно, материальный и моральный ущерб, чтобы был возмещен. Родной брат главного фигуранта дела в розыске сейчас на скамье подсудимых гражданин Узбекистана, который частично признал вину, а также участковый. Орли Омгарбаеву предъявлено обвинение по ряду тяжких статей. Мошенничество в особо крупном размере, превышение полномочий, создание ОПГ, а также покушение в убийстве. Полицейские отрицают свое участие в указанных эпизодах. К слову, потерпевшими могут признать и те, кто купил две квартиры у Татьяны Шульгиной.